Добро пожаловать к нам на канал. Сегодня в выпуске следующие новости. Разработчики Annapurna Interactive покинули студию. Для Dota 2 анонсирован новый персонаж. Объявлены сроки релиза Five Nights at Freddy's Into the Pit на консолях и многое другое. Студия Annapurna Interactive в полном составе покинула организацию. Официальная информация поступила от представителей команды. Согласно данным, ситуация произошла по причине того, что издательство медиакомпании Annapurna Pictures предложила интегрировать производство игр в свой основной бизнес. Сотрудники же предлагали сделать компанию отдельной. В итоге стороны так и не пришли к соглашению, в результате чего все 25 членов команды Annapurna Interactive подали в отставку. Представители Annapurna Pictures уточнили, что продолжат работу с текущими партнерами, включая Remedy, так как в первую очередь часть сделок заключалась именно с создателем. Всех уволившихся сотрудников будут заменять. Компания Ubisoft объявила о завершении съемок фильма по серии переключенческих экшенов Watch Dogs. Официальная информация появилась на странице издателя в социальной сети Twitter вместе с фотографией со съемочной площадки. Никаких данных по сюжету до сих пор нет. Напомним, анонс проекта состоялся в марте текущего года, а съемки стартовали в начале июля и продлились чуть больше двух месяцев. Сроки премьеры картины на текущий момент не раскрываются. Команда The Flappy Bird Foundation Group объявила о приобретении прав на мобильную игру Flappy Bird. Официальная информация появилась на сайте организации. Вместе с этим представители группы сообщили, что проект станет доступен на iOS и Android в 2025 году. Помимо этого также будет выпущена браузерная версия. Производством будет заниматься новая студия, в составе которой числится автор Pio Pio vs Cactus. Напомним, изначальный релиз Flappy Bird состоялся в 2013 году на iOS, после чего тайтл был запущен на Android, Windows Phone, ПК и аркадных автоматах. Однако спустя год разработчики удалили тайтл со всех платформ, оправдав это нежеланием того, чтобы игра вызывала привыкание. Компания Hot Toys представила новую коллекционную фигурку терминатора Т-800 из фильма 1991 года «Терминатор 2. Судный день». Изделие имеет высоту около 30 сантиметров, а также высокое качество детализации и соответствие оригиналу. В комплекте идут два смертных варианта головы, дополнительная одежда, набор оружия, а также подставка-диорама с функцией LED. Предварительные заказы на фигурку уже доступны по цене в 350 долларов. Поставки запланированы на вторую половину 2025 года. Компания Valve представила следующего героя для своего проекта Dota 2. Анонс состоялся в ходе проведения турнира The International 2024. Зрителям показали персонажа по имени Кес, главу Ордена Козураев. Согласно официальной информации, он должен появиться в проекте с началом четвертого акта Павшей Короны, однако более точные сроки не называются. Напомним, последним персонажем, добавленным в игру, стал Ringmaster, появившийся в августе текущего года. Разработчики Adventure Tales of the Shire сообщили о переносе сроков запуска. Официальная информация поступила от разработчиков из Veto Workshop. Игру отложили с конца текущего года на начало 2025. В качестве причины от срочки авторы указали необходимость в доработке различных элементов тайтла, а также общем повышении качества. Помимо этого студия объявила, что новые подробности об игре будут представлены 22 сентября. В этот же день будет названа новая точная дата запуска. Другой информации пока что нет. Разработчики проекта Heroes of Might and Magic Olden Era поделились свежей информацией. В сообществе тайтла в магазине Steam команда рассказала о режимах, которые появятся в игре. Среди них Компания. Она будет единственной в проекте, но объединит в себе истории всех фракций. При этом отмечается, что она будет нелинейной. В день релиза пользователям станет доступен первый акт. Случайные карты. Здесь позволят создавать неограниченное количество карт для игры против искусственного интеллекта. Пользовательские карты. Режим, в котором в проекте постепенно будут появляться карты, созданные сообществом. На релизе в игру внесут ряд зон созданных командой Unfrozen и Redactor. Многопользовательская игра. Она будет включать в себя три режима. Классический, один герой и арена. Детали о них обещают представить позже. Hot Seed. Классический режим, в рамках которого можно будет играть вдвоем на одном компьютере. Напомним, релиз Heroes of Might and Magic Olden Era ожидается в раннем доступе Steam во втором квартале следующего года. Издатели Curve Games совместно с разработчиком No Breaks Games анонсировали VR-версию проекта Human Fall Flat. Вместе с этим представили специальный тизер. Согласно официальной информации, тайтл должен появиться на PSVR 2, SteamVR, Quest 2 и Quest 3. Точные сроки релиза пока не указываются. Помимо этого студия сообщила, что для VR-версии игры создали новую систему управления, включили специальную камеру, а также разработали дополнительный контент. Других подробностей об игре на данный момент нет. Разработчики из Unbroken Studios совместно с издательством Warner Bros. Games объявили сроки релиза версии проекта Harry Potter Creeded Champions на гибридной консоли Nintendo Switch. Официальную информацию опубликовали на странице игры в социальной сети Twitter. Согласно публикации, тайтл должен появиться на новой для себя платформе 8 ноября. Никаких подробностей о свежей версии пока нет. Напомним, релиз игры состоялся 3 сентября на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Компания Electronic Arts представила тизер двух расширений для симулятора жизни The Sims 4. Ролик опубликовали на странице тайтла в социальной сети Twitter. В нем показали содержимое наборов Art Studio и Storybook Nursery, которые были анонсированы ранее. Вместе с этим разработчики также раскрыли некоторые подробности о контенте аддонов. Так, Artis Studio получит новый мольберт, планшет и верстак с различными украшениями, среди которых банки с красками, кисти и многое другое. Storybook Nursery добавит в проект мебель для младенцев и малышей в сказочной стилистике. Сюда включены мобили, кроватки, колыбель, игрушки, обои и люстры. Оба дополнения появятся в продаже на ПК, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 и PlayStation 5 19 сентября. Разработчики Frostpunk 2 опубликовали карту с указанием точного времени запуска раннего доступа. Проект станет доступен всем владельцам Deluxe-издания за 72 часа до официального релиза, то есть 17 сентября в 20.00 по московскому времени. Полноценная премьера должна состояться 20 числа текущего месяца. Напомним, Deluxe-издание помимо раннего доступа также предлагает саму игру, 3 дополнения, 10% скидки за оформление предварительного заказа, эксклюзивный игровой предмет, цифровую версию части предстоящей антологии Frostpunk, а также цифровые арт-бук и саундтрек. Студия Megacat Studios объявила сроки релиза версии хоррора Five Nights at Freddy's Into the Pit для консолей. Официальный анонс состоялся на странице разработчиков в социальной сети Twitter. Игра должна выйти на Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 и PlayStation 5 27 сентября. Напомним, запуск Five Nights at Freddy's Into the Pit состоялся в начале августа текущего года. Сюжет рассказывает о приключениях Осфальда, который нашел в заброшенной пиццерии портал в прошлое. Проект получил крайне положительные отзывы и 96% положительных комментариев на основе почти 7000 рекомендаций. А теперь календарь событий на завтра. Вторник, 17 сентября. В 20.00 по московскому времени откроется ранний доступ к Frostpunk 2. В файтинге Multiverse появятся персонажи из мультсериала Суперкрошки. Overwatch 2 станет доступна в составе библиотеки Game Pass вместе с внутриигровыми бонусами. В Apex Legends начнется мероприятие Космическая охота. В Genshin Impact обновятся ивентовые баннеры персонажей. Final Fantasy 16 выйдет на ПК. И наконец, Star Wars Jedi Survivor появится на Xbox One и PlayStation 4. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, а также оставляйте лайки и комментарии с вашим мнением по сегодняшнему выпуску. Напоминаем также, что у нас есть канал в TikTok, где два раза не выходят короткие сводки новостей. И группа в Telegram, где доступен весь наш контент. Ссылки на них в описании под видео. Там же ссылки на наши страницы Boosty и Donation Nerds для помощи в существовании и развитии канала. Еще раз большое спасибо за просмотр и до новых встреч!